35 лет именно столько исполнилось сегодня со дня вывода советских войск из Афганистана. Афганскую войну невернувшихся с нее вспоминали и в Лиде. Участие в мероприятии приняли представители местной власти, силовых структур, общественных организаций и объединений, трудовые коллективы, горожане. И, конечно же, сами воины-интернационалисты, члены их семей и родственники погибших. Сегодня на личне проживает 274 участника боевых действий в Афганистане. В адрес тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, звучали слова благодарности за смелость, мужество и стойкость. 15 февраля для нас, афганцев, тех, кто прошли там горнила войны, это не просто праздник, он приравнивается нами, афганцами, к празднику Дню Победы. Потому что мы прошли войну и вернулись. И те ребята, кто остался живой, на данный момент проводим патриотическую работу, ходим по школах, выступаем, рассказываем детям, что война – это не игрушка, это боль, слезы и горы. Поэтому я хочу в этот день пожелать всем воинам-афганцам, и не только афганцам, а всем людям нашей страны, чтобы было мирное небо. По традиции участники почтили минуты молчания память тех, кто не вернулся из Афганистана, и возложили венки и цветы к подножью памятного знака в честь воинов-интернационалистов. Почтили память воинов-афганцев и в стенах Лицкой детской школы искусств. Там члены Лицкой районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» были награждены почетными грамотами от Лицкого районного совета депутатов и Лицкого райисполкома. Их они получили из рук председателя Лицкого районного совета депутатов Инессы Белуш. К присутствующим обратился и военный комиссар Лицкого района полковник Виталий Докучаев. Он подчеркнул роль районной организации в патриотическом воспитании молодежи. Выражаю признательность ветеранам войны в Афганистане за стойкость, выдержку и значимый вклад в обеспечение мира и безопасности на нашей земле в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ваш опыт, мужество и активная жизненная позиция в защите национальных интересов будут и впредь востребованы белорусской армией и обществом. К памятной дате учреждена юбилейная медаль – 35 лет вывода советских войск из Афганистана. В нашем регионе ее получат 290 личан, прошедших службу и работавших в те годы на территории Республики Афганистан. Эти награды будут вручать и военным комиссариате, воинских частях Лицкого гарнизона, сельских исполнительных комитетах и трудовых коллективах. Первые медали воины-интернационалисты получили из рук военного комиссара Лицкого района уже сегодня. Памятные мероприятия продолжатся. 17 февраля члены Лицкой районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» возложат венки на могилы воинов-афганцев и к мемориальным доскам нашим погибшим землякам. Отметим, из Афганистана не вернулись домой живыми 9 жителей личины. Мероприятия, посвященные 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, прошли и в Березовке. Они живы, пока мы помним. Патриотическая гостиная по таким названиям состоялась на базе 2-й Березовской школы. Здесь отдали дань памяти и уважения нашим землякам, мужественно и самоотверженно сражавшимся за пределами Отечества. Заместитель военного комиссара подполковник Трофим Ходор вручил 15-ти воинам-интернационалистам юбилейные награды – 35 лет вывода советских войск из Афганистана. В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориальной доске Игоря Маркевича и Николая Коломытского – выпускников школы героически исполнявших свой долг и погибших в Афганистане. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана по инициативе молодежного парламента Литского района, кадетов, учащихся военно-патриотических классов, учреждения образования Литчина, а также районного военно-патриотического клуба «Литские львы» стартовала вахта памяти. На протяжении всего дня школьники и молодежь Литчины несли вахту у памятного знака воинам-интернационалистам «Журавли». Также все 274 участника боевых действий в Афганистане получили поздравительные открытки, изготовленные учащимися учреждения образования Литского района.